МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Мэтр. Интернет-версию программы можно найти на сайте metr12.ru, а также в наших группах в социальных сетях. В студии Виталий Рыжков. В Ешкар-Оле будет построен планетарий. О перспективах возведения образовательного центра, под сводами которого можно будет не только посмотреть на звездное небо, шла речь на выездной планерке с участием главы Мариэл Александра Евстифеева. Планетарий планируется построить в юго-западной части центрального парка Ешкар-Олы. По планам под одной крышей разместятся сразу несколько тематических площадок, среди которых, кроме планетария, скалодром и технопарк. Планетарий – это наши туристы, это наши жители, это дети, это детский технопарк. Здесь должно быть комфортно и просторно. Вид будет туристический, как космический корабль планируют. Весь смысл в слове планетарий – это видеть не только на земле, но и звезды. А мы, ну что, на задворке будем? Поэтому ваша задача – двигаться быстро. Глава республики дал поручение мэру Ешкар-Олы Евгению Маслову серьезно поработать над проектом. Более детально о планах строительства планетария мэр Ешкар-Олы доложит в самое ближайшее время. Напомню, что строительство планетария началось в центральном парке столицы Мариэл в 2007 году. Однако затем было заморожено. За это время был возведен только фундамент. В итоге планетарий все-таки будет построен. Его открытие запланировано на 2020 год. В Ешкар-Оле в ближайшее время станет больше светофоров. В столице Мариэл будет установлено 11 новых комплексов, включающих ограждения, светофоры и соответствующую дорожную разметку. Дорожные комплексы появятся в разных частях Ешкар-Олы, в том числе в 9-м микрорайоне, на Ремзаводе и в Гомзове. Места для их установки выбраны на основе обращений горожан и мониторинга аварийности на городских улицах. Напомню, это не первые светофорные объекты, которые появились в Ешкар-Оле нынешним летом. Недавно на перекрестке улиц Зарубина и Рябинина установлен новый светофор стоимостью 700 тысяч рублей. В Ешкар-Оле продолжаются масштабные работы по ремонту уличнодорожной сети и тротуаров. На транспортные артерии столицы уложено более 6,5 тысяч тонн нового асфальта. За ходом ремонта дорог продолжает следить наша съемочная группа. На улицах Ешкар-Олы сейчас очень жарко, как в прямом, так и в переносном смысле. Ремонтные бригады трудятся в разных районах города. Наряду с основными магистралями сотрудники МУП-город приводят в порядок также прилегающие и второстепенные улицы. Работы по дорогам в районе 120-го дома по улице Красноармейской, в районе Гомзовского кольца проводятся, также силами МУП-город. Но также продолжаются работы по ремонту тротуаров. То и дело график работ корректирует погода. Дорожникам приходится долгое время пережидать проливную дождь, а затем заново продувать территорию, подлежащую ремонту. На сегодняшний день на улице столицы уже уложено более 6,5 тысяч тонн нового асфальта. Приоритет по-прежнему отдается наиболее загруженным улицам, имеющим большой пассажиропоток. Не забыли и о ремонте тротуаров, в том числе на печально известных в этом плане улицах. Сегодня тротуары ремонтируются по улице Медицинской, около лицея, и по улице Чехова, на участке от Комсомольской до Первомайской. Там тротуар такой долгожданный, там находится и садик, и сразу седьмая школа. Тротуар проблемный, его практически нет, можно сказать. То есть он постоянно залит водой, особенно в период весной, осенью, или в период дождей. После воды, соответственно, там грязь остается. Вот сегодня тротуар делают. Есть у сотрудников городских служб и другие обязанности. В частности, речь идет об уборке городских улиц от пыли и грязи. Остальные силы муниципального предприятия «Город» также задействованы в уборке пыли и грязи с проезжих частей. Эта работа проводится с самого начала весны. Несколько единиц техники. Это тракторная техника задействована по уборке грязи. А по обеспиливанию проезжих частей работают две подметально-уборочные машины «Бродвей». Они цепляются к самосвалам, значит, сметают пыль с проезжей части и вывозят ее на полигон. Остается добавить, что самую последнюю оперативную информацию о ходе ремонта дорог и тротуаров, а также перечень территорий, подлежащих благоустройству в самое ближайшее время, можно узнать на сайте столичной администрации. Трезвый или нет, узнают по крови. Этим летом в России вступили в силу очередные поправки в законодательство. Состояние опьянения у автомобилистов с июля может устанавливаться по анализу крови. Определение нетрезвости таким путем актуально в тех случаях, когда водитель в результате ДТП потерял сознание и не может пройти дыхательный тест. При обнаружении алкоголя в концентрации более 3,5 грамма на литр крови виновный ответит по закону. До внесения изменений в законодательство установление состояния опьянения определялось только по наличию абсолютного тилового спирта в концентрации, превышающей 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха. Однако бывают ситуации, когда освидетельствовать раненого водителя не представлялось возможным, а результат по анализу крови с выявленным, например, абсолютным тиловым спиртом, превышающим предельно допустимую концентрацию, не являлось основанием для привлечения водителя к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Теперь после вступления в законную силу изменений по результатам анализа крови, взятого у водителя пострадавшего в ДТП, в больнице, при наличии абсолютного тилового спирта в концентрации необходимой, у сотрудников ГИБДД есть основания привлечь его к установленным законам ответственности, причем как административной, так и к уголовной ответственности. Напомню, согласно правилам, если водитель в сознании отказывается от медицинского освидетельствования, то наказание за отказ будет таким же, как за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Это лишение прав на срок от полутора до двух лет или штраф в размере 30 тысяч рублей. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность. Внимание водителей! Как сообщают в ГИБДД Памариэл, сегодня с 8 часов вечера и до 2 часов ночи будет полностью закрыто движение по трассе Йошкар-Ла-Уржум с 28 по 44 километр. Это участок в районе от поселка Алексеевский и немногим далее поселка Советский. Те, кто планирует поездку в этом направлении, просят заранее выбирать пути объезда. В предстоящую субботу в Килимарском районе не соскучишься. На Арденской земле в 11 раз пройдет ежегодный межрегиональный фольклорно-этнографический фестиваль «Земля предков». Организаторы говорят, подобного праздника, где каждый может прикоснуться к традиционной культуре народа Мари, нет во всем Приволжском федеральном округе. О том, чем будет интересен фестиваль в этом году и на что стоит приехать посмотреть в нашем материале. Это не просто сундук, а место, где хранится история. Самотканные дорожки, рушники на зеркала и окна, вышитые полотенца. Сотрудницы Ежовского дома культуры готовят к предстоящему фестивалю подворье под названием «Дом жениха». По соседству мужчины мастерят шалаши из березовых веток. Именно под такой временной крышей предки в древности спасались от жары во время сенокоса. Всего в этом году будет воссоздано 10 экспозиций. Ожидается, что они станут в том числе центром протяжения гостей фестиваля. Ведь где, если не здесь, можно прикоснуться к традиционной культуре народа Мари? Мы ожидаем более тысячи только участников на данном фестивале. Ну а гостей, наверное, будет как обычно. 4-5 тысяч – это будет хорошо, интересно. У нас более 100 участников заявились, мастеров декоративно-прикладного творчества. Мы вновь сделаем здесь новые экспозиции, исторические реконструкции, которые будут посвящены 100-летию Республики Мариэл и юбилею комсомола. Репетиции уже идут полным ходом. Программа праздника в этом году довольно обширна. Это и выступления детских и взрослых фольклорных творческих коллективов, мастер-классы умельцев традиционных промыслов и ремесел Республики Мариэл и регионов России, работы танцевальных, спортивных, игровых, детских площадок. Широкий масштаб торжества вполне объясним. В этом году на Ардинской земле пройдет сразу два фестиваля – фольклорно-этнографический «Земля предков» и межрегиональный «Мы-светлуги реки». На нашей Марийской земле мы будем принимать ветлужан. Заявок поступила масса. Это город Семенов, город Ветлога, полностью Нижегородская область. В общем, все, кто входит в ассоциацию по ветлужье, в том числе и Килимарский район, Горноморийский и Юринский, они тоже будут нас принимать участие как на земле предков, так и на ветлуге. Это тот самый случай, когда праздничная площадка может быть интересной и полезной всем гостям. Здесь не только встретятся, но и обсудят актуальные вопросы музыканты, поэты, тороператоры и научные работники. Наши ученые нашли очень много могильников, городищ как раз именно морийских. И мы хотим поставить как раз вот эти вопросы на очень высокий уровень, что на самом деле проживание морийцев, оно было гораздо шире. Исторические изыскания здесь будут как никогда актуальны, ведь именно на этих территориях в новейшей истории археологи нашли богатейший пласт средневековой культуры. Если верить историкам, первые упоминания о селе Арда появились еще в конце 16 века. Известно, что Ардинская земля принадлежала сотнику Акпарсу. Самобытность нашего народа не менее интересна, к тому же уникальна в своем роде. А для детей земля предков и мыс ветлугий реки может стать ничем иным, как живым учебником истории. Итак, 14 июля Килимарский район, село Арды. Начало праздника в 11 часов. Он состоится в любую погоду. Это были новости на телеканале Метер. Выпуски на морийском языке смотрите в полседьмого утра. Интернет-версия программы на сайте metr12.ru, на нашем ютуб-канале, а также в группах телеканала в социальных сетях. В студии был Виталий Рыжков. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова